Самый большой потенциал Приднестровья – это его народ. Об этом в своем выступлении заявил помощник зампреда правительства России Дмитрий Лоскутов. Слова российского дипломата продолжили мысль президента республики Евгения Шевчука. Глава государства отметил – жизнь народа, его интересы всегда были определяющими во внутренней политике Приднестровья. Во главе угла для нас по-прежнему остается исполнение воли народа, стремление к независимости Приднестровской Молдавской Республики. Также нашим приоритетом является ориентация на Российскую Федерацию, евросийскую интеграцию и реализацию народной воли, высказанной на референдуме 2006 года. В ходе выступления Евгений Шевчук подвел и краткие итоги своей работы на посту президента. Уже в первые месяцы 2012 года нам удалось создать условия для стабилизации основных макроэкономических показателей и курса национальной валюты, накопить некоторые резервы, которые непосредственно влияют на качество жизни. Поздравить руководство республики на торжественное собрание прибыли делегации из Украины, России, Абхазии и Южной Осетии. Гости выразили признательность главе государства за прием и пожелали скорейшего признания мировым сообществам. Самое главное это добиться максимально большего признания в нашей республике. Хотя две признанные страны уже ее признали. Это Южная Осетия и Абхазия. И тем не менее признание ключевых мировых держав, таких как Россия и другие страны. Мы прошли достаточно сложный путь своего развития. Мы добились признания. И вот мы налаживаем тесные связи, делимся опытом. Я думаю, что общими усилиями, усилиями, в том числе и Абхазии, и Южной Осетии, мы сумеем добиться тех условий, о которых мечтает народ Приднестровья. Свой день рождения республика отметит уже завтра, парадом и массовыми гуляниями. Правда, желание, загадываемое приднестровцами в этот день, не меняется уже 22-й год. Народ хочет признания. Ирина Полесико и Юрий Прошичев. Первый Приднестровский телеканал.